МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем договорились на саммите ОТЭС? Эпидемия Эболы в Африке продолжается. По данным Всемирной организации здравоохранения, от смертоносной лихорадки уже погибло более 5000 человек. При этом с континента поступают и добрые вести. Об этом подробнее. От лихорадки Эбола, начиная с марта этого года, уже погибло по меньшей мере 5 160 человек из более 14 тысяч инфицированных. Наибольшее число смертей приходится на Либерию, Сьерра-Леона и Гвинею. Об этом в четверг сообщила Всемирная организация здравоохранения. Впрочем, есть и некоторая положительная статистика. Так поступает информация, что количество новых случаев заражения в Гвинеи и Либерии сокращается. «В Либерии существует тенденция снижения числа новых случаев, о которых сообщают еженедельно. В некоторых районах в Гвинеи также наблюдается спад. Но в Сьерра-Леоне показатели по-прежнему очень высокие. Я могу только сказать, что мы должны сохранять бдительность, поскольку ситуация с Эболой изменяется очень быстро». На сегодняшний день особое внимание приковано к Мали. В среду около 90 человек там были помещены под карантин. Все они контактировали с медбратом, который ранее скончался от Эболы. А вот заразился мужчина, ухаживая за больным из Гвинеи, который погиб также от Эболы. Но симптомы лихорадки у него распознали не сразу. По данным ВОЗ, в Мали зафиксировано четыре предположительных смерти от Эболы. При этом один из умерших был другом гвинейца, посетивший его в больнице. «Эбола была подтверждена в одном случае у медбрата. Он умер 11 ноября. Остальные четыре случая смерти от Эболы являются предположительными». Власти Мали объявили, что усиливают контроль в районах, граничащих с Гвинеей. При этом они отмечают, что о полном закрытии границ речи не идёт. Комиссия ООН по вопросам нарушения прав человека в Северной Корее объявила, что имеет достаточно улик для привлечения к суду лидера государства Ким Чин Ына. Его обвиняют в массовых пытках и убийствах. На лидера КНДР Ким Чин Ына имеется достаточно безапелляционных улик, чтобы привлечь его к суду. Об этом в четверг объявил представитель комиссии ООН, который занимается расследованием нарушений прав человека в Северной Корее. Обвинения, выдвигаемые против Кима, включают массовые пытки и казни. Кроме того, специальный докладчик ООН по КНДР отметил, что, согласно полученной информации, Ким Чин Ын направил дипломатов в другие страны, чтобы те любыми способами опровергали обвинения комиссии. «Только сейчас мы смогли возложить на верховного лидера и единственного человека, который в стране принимает решение, полную ответственность за эти масштабные нарушения прав человека». Согласно отчёту комиссии, в Северной Корее до сих пор существуют концлагеря, где пытают людей, а также продолжается голод. Это положение дел в документе сравнивают с периодом существования концлагерей нацистов. Между тем, Пхиньян отрицает все эти обвинения и говорит, что это дело – рук США, которые якобы организовали заговор, чтобы свергнуть лидеров КНДР. Кроме того, руководство Северной Кореи начало дипломатическую кампанию, чтобы не допустить привлечения Ким Чин Ына к уголовной ответственности в международном суде. В Пекине завершился двухдневный саммит АТЭС. Каковы его итоги? Об этом в нашем следующем сюжете. Всё началось с фейерверков. Так в Пекине стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На него съехались лидеры 21 страны. В рамках переговоров глава КНР пытался ускорить процесс формирования зоны свободной торговли. По его словам, процесс был запущен. Состоялась короткая неформальная встреча между Обамой и президентом России. Внимание наблюдателей было приковано к их языку тела. После разговора многие заметили, что встреча была очень прохладной. Как сообщается, чувствительные вопросы, такие как ситуация в Украине, затронуты не были. Также привлекло внимание вот это рукопожатие между главой КНР и премьер-министром Японии. Наблюдатели увидели в нём потепление отношений между соседями, что потенциально может привести к ослаблению напряжённости в вопросе спорных островов в Восточно-Китайском море. Что касается США и Китая, американская сторона согласилась отменить некоторые пошлины на высокотехнологичную продукцию из КНР. Также она объявила об ослаблении визовых ограничений между двумя странами. Барак Обама на саммите продвигал свой собственный план по созданию зоны свободной торговли под названием «Транстихоокеанское партнёрство». Она может включить 12 стран и, как предполагается, Китая в ней не будет. При этом американский президент также дал понять, что по некоторым вопросам США займут по отношению к Китаю более жёсткий подход, например, в сфере кибербезопасности. АТЭС – форум 21 страны в области торговли и экономического роста. На эти государства приходится более 50% мирового ВВП и более 40% международной торговли. Учёные впервые смогли посадить зонд на комету. Этого человечества ожидало последние 10 лет. Об этом подробнее. Спускаемый аппарат ФИЛы Европейского космического агентства со второй попытки успешно закрепился на поверхности кометы Чурюма Вагера-Семенко. Как отмечают инженеры, первая попытка была неудачной, не сработали гарпуны. Предполагается, что аппарат сначала отскочил от небесного тела на несколько сотен метров, ведь гравитация на комете практически нулевая. Путешествие к объекту продолжалось 10 лет. Посадка произошла в среду около 7 часов вечера по московскому времени. Хорошо, мы уже там, и Филы на связи с нами. Во время посадки были и другие внештатные ситуации, например, не сработал специальный двигатель для ускорения модуля. Для научного мира это событие грандиозно, ведь посадку на комету до этого пока никто не осуществлял. Главная задача миссии – получить ответы на фундаментальные вопросы. Например, как образовалась Солнечная система, как зародилась Земля, действительно ли воду на нашу планету принесли кометы, и какой, в принципе, существует в космосе механизм появления небесных тел. Все эти вопросы, как предполагается, содержатся в недрах и на поверхности кометы, которая сформировалась еще при зарождении Солнечной системы. Зонд Розета, который доставил Филы к комете, был запущен в 2004 году. За 10 лет он преодолел расстояние в 6 миллиардов километров. При этом он двигался не по прямой, а делая круги, пользуясь гравитационными полями Земли, Солнца и Марса. Таким образом, топливо он использовал только в самом конце, когда надо было подкорректировать траекторию и выйти на орбиту кометы. Розета уже передала на Землю много бесценной информации. Она сделала снимки поверхности кометы, а также взяла пробы атмосферы вокруг нее в то время, как та начала приближаться к Солнцу. Филы уже начал серию экспериментов, которые продлятся около 60 часов. После этого ученые попытаются углубиться в недра кометы. Далее в выпуске. Миллион беженцев ждет суровая зима, если помощь ООН не поступит. В Мексике протестующие поджигают здания и машины. Канатоходцы прошлись над водопадом Виктория. Карманные часы продали за 24 миллиона долларов. Миллион беженцев из Сирии и Ирака ожидает суровая зима, если помощь ООН не поступит. В международной организации говорят, что не хватает денег, чтобы помочь всем. Почти миллион сирийских и иракских переселенцев может остаться без помощи в сложных условиях наступающей зимы. Об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев. Ведомству не хватает финансирования. «Нас очень беспокоит нехватка более 58 миллионов долларов, из-за которой более миллиона человек останутся без надлежащей помощи. Отчасти эта нехватка связана с резким ростом перемещения людей внутри Ирака». На севере и в горных районах Ирака и Сирии зима уже началась. Температура колеблется от плюс пяти до минус шестнадцати градусов Цельсия. УВКБ ООН уже инвестировало в программы зимней помощи 154 миллиона долларов. Годовой бюджет ведомства почти полностью формируется за счёт добровольных взносов правительств и доноров частного сектора. Приблизительно половина финансирования поступает из источников в Европе. Однако всех денег, собранных в настоящее время, не хватит. Предоставить всем одеяло, зимнюю одежду, пластиковые щиты и утеплители – возможности нет. Помогать будут в первую очередь самым уязвимым группам – детям и старикам. «Самая уязвимая часть населения, за которую я очень беспокоюсь, – это новорождённые. Они могут столкнуться с переохлаждением и обморожениями, как мы видели в Сирии в прошлом году. Зимой сильно возрастает количество заболеваний, особенно респираторных, среди детей и пожилых людей. И даже среди молодёжи и сильной части населения». Ситуацию осложняет мобильность переселенцев. По словам директора УВКБ ООН по Ближнему Востоку, за 30 лет своей карьеры он впервые видит таких активно передвигающихся беженцев. «Они очень много перемещаются. У них есть транспорт. Они перемещаются из одного лагеря в другой, из одного дома в другой, из одних провинций, деревень, городов в другие. И им действительно очень трудно. Они ищут школы, им недоступны больницы. Они ищут удобное жильё, пытаются воссоединиться с семьями, ищут своих родственников». Из-за конфликтов в Сирии и Ираке свои дома были вынуждены покинуть в общей сложности более 13,5 миллионов человек. Это равно населению Лондона. В Ираке около двух миллионов переселенцев не стали покидать территорию страны. И около 200 тысяч бежали в соседние государства. Внутри Сирии остаётся около 7 миллионов беженцев. Ещё около 3,3 миллиона бежали в соседние Иорданию, Ливан и Турцию. Кроме того, сирийцы из Кабани бегут также и в Ирак. Около 300-500 человек ежедневно. В Мексике не прекращаются протесты из-за похищения студентов, которое произошло в сентябре. Демонстрации приобретают всё более радикальный характер. Подробности далее. В мексиканском штате Геррера не утихают протесты из-за исчезновения 43 студентов. В среду в административном центре Чельпансинга демонстранты подожгли здание Конгресса и стоящие рядом автомобили. Также местные СМИ сообщают, что протестующие в масках ворвались в здание библиотеки, разгромили и подожгли его. Кроме того, в этот же день были подожжены штаб-квартира правящей Институционно-революционной партии и офис Департамента образования. «Мы сообщили о пяти автомобилях, одном маленьком возгорании в библиотеке и в части корпуса. Огонь в помещении для голосования взяла под контроль охрана Конгресса. Вплоть до этого момента мы боролись с огнём в корпусе налоговой службы. Затем мы получили сообщение о пожаре в здании Конгресса. К счастью, всех смогли эвакуировать. Нанесён только материальный ущерб». Протестующие требуют от мексиканских властей найти пропавших студентов живыми. Однако местные жители устали от ежедневных уличных беспорядков. Они хотят, чтобы правительство вмешалось в эту ситуацию. «Думаю, это зашло уже далеко. То, чего они, протестующие, требуют, уже упущено. К ним уже присоединились и другие группы, такие как местный профсоюз. Я критикую правительство. Где оно, когда надо решительно остановить таких людей и урегулировать конфликт?» Исчезнувших студентов похитили в городе Игуала более полутора месяцев назад. Это произошло в то время, когда они вышли с протестом против реформы образования. Предполагается, что полиция захватила их и передала бандитам. Студенты до сих пор не найдены. На севере Италии не прекращаются ливни, и вода продолжает наступать. Из-за оползней гибнут люди. В Италии один человек погиб, ещё один серьёзно пострадал в результате схода оползня в среду. Наводнение продолжает поглощать северные регионы страны. Дожди не прекращаются. Как сообщили местные СМИ, трагедия произошла в провинции Бьелло в регионе Пьемонт. 70-летний мужчина погиб рядом со своим домом. Ещё один оползень сошёл в деревне Альза-Дипелло в том же регионе. Вода по склонам хлынула на посёлок, поваленные деревья заблокировали улицы. Проливные дожди на этой неделе также обрушились на Тоскану, Лигурию, Ломбардию и Эмилию Романию. Из-за затопления закрыты школы. Сильно пострадали сады и виноградники. Ранее во вторник пожилая пара погибла под оползнем в Лигурии. В Тоскане ещё одна женщина умерла от сердечного приступа, когда не смогла выбраться из затопленного дома. Житель Генуи описывает момент, когда оползень обрушился на его дом. «Я быстро выбежал из дома и предупредил соседей. Мы перегнали наши машины в безопасное место и все убежали. И через полчаса произошло то, что вы видите за моей спиной». В Италии неустойчивый горный ландшафт, что делает страну уязвимой перед наводнениями и оползнями. Положение усугубляют также безудержное несанкционированное строительство и плохо спланированная инфраструктура. Они ещё больше ослабляют почву, и эти проблемы длятся десятилетиями. Министр охраны окружающей среды Италии во вторник пообещал, что власти примут меры в отношении этих вопросов. Во Франции установлен новый рекорд скорости движения на реактивном велосипеде. Специальные двухколёсные средства создал сам участник заезда. Давайте посмотрим. Француз побил рекорд скорости на велосипеде с мотором. На его спидометре высветилось 333 км в час. 32-летний Франсуа Жесси достиг такого необыкновенного результата на своём самодельном двухколёсном средстве передвижения на трассе, находящейся на юге Франции. До места старта Жесси крутил педали. Но когда была дана команда, он включил небольшой ракетный двигатель, который приводится в действие благодаря перекиси водорода и баллону со сжатым газом. Тяговая сила эквивалентна спортивному автомобилю с мотором мощностью в 563 лошадиные силы. Чтобы развить необходимую скорость, потребовалось всего 4,8 секунды и 250 метров со стартовой черты. Гравитационная сила, которую испытал Жесси, была не такой сильной, как в истребителе. Зато её он ощущал намного дольше, чем пилоты. Гонщик планирует искать спонсоров, чтобы усовершенствовать свою разработку. Он говорит, что потенциально подобное средство передвижения сможет развивать скорость в 400 км в час всего за 2 секунды. Впрочем, отмечает, что любая даже мизерная погрешность в расчётах может быть фатальной. Многие люди осведомлены о пользе дыхательных упражнений. Но, возможно, немногие знают, что и просто дышать тоже полезно для здоровья. Особенно, если распылить в воздухе мелкую соль. Эта небольшая комната, похожая на уютную пещеру, кажется идеальным местом для отдыха. Но её предназначение не только в том, чтобы позволить человеку расслабиться. Здесь проходят сеансы галлотерапии. Это немедикаментозное лечение с помощью воздуха, в котором распылены мелкие частички соли. «Терапия с солью – это использование её природных качеств – противовоспалительных, антибактериальных и противовирусных, которые помогают лечить респираторные и кожные заболевания». Совладелец салона говорит, что соль очищает кожу и лёгкие. Галлотерапия способна помочь людям, страдающим от аллергии, астмы, бронхита и других респираторных заболеваний. Она также полезна при экземе и псориазе. «Если, например, у кого-то синусит, то соль может устранить влагу на слизистой оболочке и облегчит дыхание. Кроме того, антибактериальные свойства соли избавят от инфекции пазухи носа». Однако Эллен Патрик предупреждает, что галлотерапия не может заменить основное лечение, а может только способствовать ему. Спа-салон открыл свои двери в Нью-Йорке в январе этого года. Он рассчитан на приём четырёх посетителей одновременно. Владельцы заведения постарались сделать его уютным и привлекательным. Посетители спа-салона могут дышать солиным воздухом в течение 45 минут в комнате или 20 минут на специальной закрытой кровати с большей концентрацией соли в воздухе. Один сеанс обойдётся в 40 долларов. «Когда кто-то впервые приходит в комнату «Бриз-Изи», думаю, что она кажется ему просто приятной. Но как только он садится в кресло, то расслабляется. А мы редко выделяем время для отдыха днём. Многие люди очень ценят эти моменты, но через несколько минут они обнаруживают, что их пазухи открываются. Или если они пришли сюда замёрзшие, то вдруг согреваются. Многие говорят нам, что на следующий день они лучше спали. И часто проходит першение в горле или заложенность носа. Кстати, многие медики скептически относятся к галлотерапии и сомневаются в её эффективности. Однако Эллен Патрик говорит, что посетители часто удивляются тому, что вдыхание обычной соли может оказаться таким полезным. Константин Шатенев – фотограф дикой природы, финалист российских и зарубежных фотоконкурсов. Вот уже более 30 лет животные и птицы – его любимые объекты для съёмки. Давайте посмотрим на некоторые из его фоторабот. На этих фотоснимках – обитатели дикой природы Ленинградской области, Карелии и Финляндии. 80 фоторабот представлены в рамках выставки под названием «По заповедным тропам». Проходит она в залах Русского географического общества в Петербурге. Экспозиция – плод более чем 30-летнего труда фотохудожника Константина Шатенева. Он говорит, что часы, а иногда и дни, уходит на то, чтобы запечатлеть редкие кадры. «Сам процесс съёмки заставляет мне, конечно, большую радость и интересы. Я с удовольствием нахожусь и наблюдаю, и не только фотографирую, и наблюдаю за птицами, за животными». Птиц мастер фотографировал несколько лет. Умел различать их не только по внешнему виду, но даже по голосам. Но последней его страстью стали косолапые. Много острых ощущений осталось у Константина от встреч с этим зверем. Вспоминает одну из них, она состоялась на Аляске. «Мезвежата бегали в разные стороны, туда-сюда, туда-сюда, мы их снимали. А медведица что-то так нам заинтересовалась, глядя на меня, из-под лоба, из-под лоба, и вот так пошла, опустив голову на меня прямо. Я думал, что это да, это всё. На самом деле всё обошлось. Она подошла, опустила голову и стала пить воду из лужицы». По словам друзей Константина, такое многолетнее увлечение требует не только терпения и усердия, но и знаний повадок животных. Хотя художник ходит по заповедным тропам без ружья, но иногда и своей камерой может навредить природе. «Когда птицы насиживают яйца, её снимать нельзя. Потому что она очень большая вероятность, что она бросит езды». Председатель Комитета по охране животного мира Игорь Прохоров считает, что эти снимки вызывают желание обратить внимание на беззащитность уникальной северной природы, которой нужны охрана и поддержка. «Те люди, кто занимается фотоохотой, они нас приближают к ней, к природе, к самой любви, и дают показать те мгновения, которые они увидели, которые мы не можем видеть в этих каменных джунглях». Константин Шатенев – номинант международных конкурсов. Он также неоднократно был финалистом российского конкурса «Золотая черепаха». Посетители говорят, что поражены редкими кадрами из жизни животных. «Утро в лесу. В общем, это удача, работа колоссальная. То есть дождаться такого момента, когда три медвежонка-медведица забираются на дерево. В общем, меня это поразило. Борь эмоций. Я узнала, какой формы росомахи, какой взгляд у волка. Ну и что медведи все-таки умеют залезать на деревья». Константин Шатенев побывал со своей камерой в Африке, Австралии, Европе и Северной Америке. Впрочем, он говорит, что его сердцу ближе родные места Ленинградской области и Карелии. НТД Санкт-Петербург, Россия Необузданные потоки воды, стремящиеся в бездну, не стали препятствием для двух канатоходцев из Европы. Своё бесстрашие они доказали, прогулявшись по тросу над водопадом Виктория. Грозный шум падающей воды и умопомрачительная высота. В таких экстремальных условиях решили совершить прогулку два профессиональных канатоходца. На глазах у переживающей публики они по 100-метровому тросу пересекли знаменитый южноафриканский водопад Виктория. 26-летний студент Лукас Ирмлер из Германии и 34-летний журналист Райнхард Кляйндл из Австрии готовились к совершению самого главного для себя подвига два года. Однако покорить бушующий водопад оказалось нелегко. К счастью, канатоходцы выполняли свой трюк со страховкой. И без того непростой путь осложняли миллионы капель воды, наполняющих всё пространство рядом с водопадом. Много брызг, много воды в воздухе вокруг, брызгающей в лицо. Это и пугает, и отвлекает. Необходимо иметь чёткое визуальное представление об окружающей обстановке. Необходимо сосредоточиваться на точке крепления до самого конца. «Хочешь идти и не отвлекаться на потоки воды, падающей рядом, что очень трудно психологически». «Для зрения это очень тяжело, потому что струи воды с боков словно волны, которые тормозят вас. В таких условиях действительно трудно смотреть. И также тяжело из-за того, что всё пропитано водой». Водопад Виктория находится на границе Замбии и Зимбабве на реке Замбезе. Его высота – 120 метров, ширина – 1800 метров. Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Коренные жители называют водопад «Гремящий дым». Канатоходцам потребовалось два месяца, чтобы получить разрешение у администрации национальных парков на пересечение водопада. Группа энтузиастов возвела огромный замок из песка, надеясь побить мировой рекорд. Посмотрим сюжет из Бразилии. Гигантский замок из песка, претендующий на мировой рекорд, построила команда мастеров на берегу Бразильского залива Гуанабара. Шедевр устремился ввысь на 12 метров. Трудились над ним почти неделю. Впрочем, к концу дня замок разрушат. Его возвели только ради того, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автор сложной конструкции – американский мастер по скульптуре из песка Расти Крофт. Воплощала эту идею в жизнь команда из 15 умельцев. На постройку замка потребовалось 20 грузовиков песка. Корпорация, выпускающая крупную спецтехнику, частично спонсировала творческий проект. «Да, замок из песка и воды. Снаружи по нему распылена очень тонкая смесь для защиты от ветра. Это устойчивая постройка. А в конце дня мы снесем замок, и вы увидите, что это просто вода и песок». Местные жители пользуются недолгой возможностью запечатлеть песчаное произведение искусства на свои смартфоны. «Они сказали, что это просто вода и песок. И мы в этом сами убедимся, не так ли? Мы полюбуемся недолго. Но оно того стоит. Это просто фантастика. Фантастика». Представители Книги рекордов Гиннесса уже измерили замок. Однако результаты замеров будут известны не сразу. «Мы хотели побить мировой рекорд Гиннесса. Сегодня утром были сделаны замеры, но результаты мы узнаем через несколько дней. Потом мы сообщим их, когда опубликуем наше видео». Шедевр возвели на побережье залива Гуанабара в городе Нитерой, расположенном напротив Рио-де-Жанейро. Без обуви на каблуке многие уже просто не мыслят своей жизни. Эта тенденция наблюдается не только в последние века. О выставке про историю каблука смотрите далее. Каблук как произведение искусства показывают в музее Бруклина в Нью-Йорке. Выставка называется «Убийственный каблук». Здесь можно проследить, какие изменения претерпел этот элемент обуви, начиная с конца XVI века. «Мы пытаемся подчеркнуть, что каблук, как и другие формы моды и одежды, – это форма материальной культуры. Он многое говорит, и о человеке, который его носит, и об обществе в то время в целом, о его интересах. Мы хотим добавить немного исторического фона к тому, что люди видят каждый день, что носят и видят в журналах». В целом здесь представлено более 160 пар обуви на каблуках самых разных форм и высоты. Есть и культовые изделия известных домов моды. «Речь идёт не только о шпильках или своего рода отдельных каблуках. Мы показываем обувь всех видов – платформы, танкетки. Интересный момент – платформу носят уже более двух тысяч лет. Люди даже не задумываются об этом. Они думают, это тенденция современная, но, может быть, ей лет 20-50». Выставка «Убийственный каблук. Искусство обуви на высоком каблуке» продлится до 15 февраля. На аукционе в Швейцарии карманные часы продали за рекордные 24 миллиона долларов. Что в них особенного, давайте узнаем. Эти золотые швейцарские карманные часы, известные как Henry Graves Super Complication, недавно были проданы на аукционе за рекордные 23,9 миллиона долларов. Они были созданы часовой компанией «Паток Филипп» в начале 30-х годов прошлого века. Заказал их нью-йоркский банкир Генри Грейвс. По его просьбе, они должны были стать самыми сложными в мире. «Это удивительный экземпляр с инженерной точки зрения. Это самые сложные часы, которые когда-либо были произведены вручную. В них имеется 24 механизма. То есть в этом отношении их никто не сможет повторить. И это действительно чудо 20-го столетия». Часы включают циферблаты с обеих сторон, вечный календарь, указатель фаз Луны, хронограф, который может замерять два одновременных события, вестминстерские куранты, указатель захода и восхода Солнца, а также отражения звёздного неба, в точности повторяющие ту зону, которая была видна Грейвсу из его квартиры на Пятой Авеню. На создание этого шедевра ушло 8 лет. И потом, в течение 56 лет, часы оставались самыми сложными в мире. В итоге они уступили только часам, которые были спроектированы при помощи компьютерных технологий. Аукцион провели в честь 175-летия бренда «Паток Филипп». Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok